Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право считать деньги, причем сейчас мы будем говорить о деньгах, о штрафах, о ведрах денег, о ведрах 10-рублевых монет, которые собирают в том числе в Крыму и уплачивают их в виде штрафов за так называемые нарушения проведения общественных мероприятий. Крымская правозащитная миссия опубликовала свой отчет, о нем будем говорить в ближайшие 25 минут, о том, какие по их данным репрессии происходят на оккупированном полуострове, какие иски о нарушениях прав человека в Крыму подает украинская сторона в международные станции и как крымские правозащитники отстаивают права жителей полуострова непосредственно в Крыму. Напоминаю, номера телефонов 8 800 10 06 926, это номер для крымчан, звонки бесплатны, 044 490 2905, это номер телефона для жителей материковой части Украины, фейсбук-трансляция, ютуб-трансляция и твиттер для того, чтобы предлагать свои темы. Это все для вас, уважаемые радиослушатели, а также зрители и слушатели в интернете. Мы начинаем. Тема дня. Крым в центре внимания. В прошедшем 2017 году ситуация с правами человека в аннексированном Крыму значительно ухудшилась. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа. В частности, усилились ограничения свободы мирных собраний и ужесточилось давление на свободу выражения мнения. По данным организации в 2017 году, не менее 25 человек стали новыми фигурантами политически мотивированных уголовных дел. В прошлом году российские силовики задержали десятки крымчан по подозрению в причастности к запрещенной в России исламской партии Хизбут-Тахрир. Защитники арестованных и осужденных считают, обвиняемые подверглись преследованию по религиозному признаку. 18 декабря в аннексированном России и Крыму прошло около 70 судебных заседаний над местными активистами. Крымских татар, которые выходили с одиночными пикетами в ответ на обыски и аресты соотечественников, обвинили в нарушении так называемого установленного порядка пикетирования. Крымского журналиста Николая Семену в 2017 году под контрольной России Крымский суд обвинил в сепаратизме и осудил к 2,5 годам условно с испытательным сроком на 3 года и запретом заниматься публичной деятельностью. Правозащитники и сам обвиняемый уверены, истинной причиной ареста является публикация на сайте Крымреалии под названием «Плакада. Необходимый первый шаг в освобождении Крыма». Продолжаются суды по делу Владимира Балуха. Крымчанина, который выступал против аннексии полуострова, вывешивал из окна своего дома украинский флаг и прибил табличку «Улица Героев Небесной Сотни» приговорили на 3 года и 7 месяцев лишения свободы, якобы за хранение боеприпасов. Его также обязали выплатить штраф суммой в 10 тысяч рублей. Позже миру пресечения изменили на домашний арест и тут же обвинили Балуха якобы в дезорганизации работы исправительных учреждений. Трагедия обернулась в задержание крымско-татарских активистов в Симферополе. В процессе задержания стало плохо ветерану крымско-татарского национального движения Веджие Кашка. Она умерла в карете скорой помощи, так и не доехав до больницы. А 25 декабря подконтрольный России Ялтинский городской суд приговорил украинскую активистку Ларису Китайскую к двум годам условно за пост в соцсетях, якобы из-за наличия в нем русофобских идей. Известно, что в феврале 2014 Китайская занималась организацией акции солидарности с Евромайданом в Ялте. Подводя итоги минувшего года, председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров заявил, количество политических заключенных, которых удерживают на территории аннексированного полуострова, превысило 60 человек. Крым в центре внимания. Крым в центре внимания. Всегда сложно говорить из комфортной киевской студии о том, как людей задерживают, как им присуждают какие-то аресты, штрафы и так далее. И тем более, наверное, сложно работать прямо там. Прямо там. Ирина Седова, эксперт Крымской правозащитной группы сейчас с нами на связи. Ирина, здравствуйте. Доброе утро. Ну вот, некоторые факты уже прозвучали в материале моих коллег. Насколько вообще правозащитная деятельность в Крыму, ну, а, возможно, б, имеет свои специфики? Уверен, что имеет, но вот что там такого? Правозащитная деятельность в Крыму возможна. Это мы видим на примере наших коллег из Крымской солидарности, которые ходят на суды, защищают права, да, адвокаты по делу крымских мусульман активно работают. Причем там есть же не только адвокаты, которые имеют адвокатское свидетельство, но и гражданские защитники. Когда были суды по делу об одиночных пакетах, туда большинство защитников, это были обычные люди, не имеющие даже юридического образования. Они просто таким образом, во-первых, пытались поддержать тех, кого судили, во-вторых, сейчас многие по неволе стали уже правозащитниками, хотя они совершенно не собирались этого делать. И среди семей крымских мусульман многие женщины сейчас как раз вовлекаются активно в эту правозащитную деятельность. А, кстати, вот они не собирались этого делать, но вынуждены стать правозащитниками. Можно я вот сразу какой-то заброс на будущее сделаю? Окей, это означает, что, ну там, сотни людей вдруг стали грамотными с правовой точки зрения, и это такое зарождение гражданского общества. Я правильно понимаю? То есть нет худа без добра? Ну, на самом деле, не хотелось бы, чтобы гражданское общество зарождалось такими способами, но, тем не менее, такой факт есть. Чем больше давления, тем больше люди пытаются сопротивляться, и это выражается в том числе и в появлении людей, которые пытаются и сейчас изучать законодательство Российской Федерации, чтобы сопротивляться репрессиям. Появляются гражданские журналисты, которые ведут стримы в Фейсбуке, и благодаря этому мы тоже львиную долю информации получаем как раз из открытых источников. То есть это те сообщения этих людей, которые работают сейчас непосредственно в поле в Крыму. Плюс у нас есть и свои мониторы, которые точно так же ходят на суды и следят за этой ситуацией. Но здесь просто дело в том, что если, ну, например, организация работает в Крыму, да, она там зарегистрировалась, люди имеют паспорта, то на них, конечно, есть давление, но на них хотя бы работают в правовом поле той страны, которая сейчас фактически захватила Крым. И если наши мониторы там открыто работать не могут, потому что им грозит уголовное преследование. Потому что то, что мы сейчас делаем здесь в Киеве, попадает под уголовный кодекс Российской Федерации как сепаратизм, там, призывы к свержению власти и тому подобное. Поэтому нашим мониторам, конечно, работать сложнее. Они работают не публично, скажем так. Они работают не публично. Ирина, скажите, пожалуйста, а насколько вот эта общая атмосфера, что вот ты вышел на одиночный пикет, тебя потом там арестовали, судили, присудили штраф, вот собирают там ведрами 10-рублевые монеты. Насколько вот эта всеобщая атмосфера страха мешает, ну, я не знаю, обычным гражданам сообщать о нарушении прав? Или такой уже, такого стопора больше нет, люди просто готовы рассказывать? Ну, зависит от человека в первую очередь. Кто-то готов рассказывать, кто-то не готов. Ну, не все же такие смелые, да, например, как представители Крымской солидарности. Есть люди, которые сообщают тихонько о своих проблемах. Но, тем не менее, мы это тоже все включаем в статистику. Есть люди, которые вообще не сообщают, потому что просто боятся. Такое тоже есть. Нельзя говорить, что прям все крымчане вот стали активно там сопротивляться. Нет, ну, разные люди, разные мнения. Разные люди, разные мнения. Ваши отчеты, да, они, ну, обобщают информацию о том, какие нарушения прав человека вы зафиксировали, зафиксировали люди, которые занимаются у вас мониторингом, зафиксировали те, кто в Крыму. Что потом с этими данными? Ну, хорошо, получили вы число, я не знаю, там, 100 или 200 или 20 или любой х. Что с этими данными идет дальше? Эти данные передаются международной организации. И потом непосредственно количество собранных фактов, чем больше фактов о нарушениях прав человека собрано, тем больше шансов у Украины повлиять на Российскую Федерацию, на международной арене. Что это значит? Что эти факты могут способствовать, во-первых, введению новых санкций. Эти факты могут стать доказательствами в международных судах. Сейчас есть международный суд справедливости ООН, который, Украина уже подала иск по дискриминации, да, и мы можем туда добавлять доказательства, которые мы сейчас собираем в Крыму. Опять же, ведется предварительное расследование в международном уголовном суде. То есть эти документы и эти факты, если они смогут как-то помочь, то они тоже могут повлиять на ситуацию. Хорошо, есть уже международный уголовный суд, есть суд, который рассматривает нарушение прав человека в Крыму. Уже было принято решение в структурах ООН о том, что Россия незаконно запретила, например, Меджлиз Крымско-Татарского народа. Но я что-то не помню, чтобы Меджлиз перестал называться, по крайней мере, в официальной российской прессе, организация, запрещенная в Российской Федерации. Вот, окей, решение есть, но нет последствий этих решений? Или просто еще время не пришло? Время, это все делается не быстро. Эти международные механизмы, они запускаются очень медленно, медленно запрягают и быстро едут, знаете, как говорят. Я думаю, что все будет, просто нужно продолжать эту работу делать и активизироваться, и объединять усилия, чтобы все правозащитники работали в этом направлении. Хорошо, последний к вам вопрос. Последний к вам вопрос. Ну, понятно, что нарушение прав человека — это тема, на которой точно не пошутишь, и это всегда чья-то судьба, это всегда чьи-то часто поломанные судьбы, по крайней мере, испорченные нервы, время и настроение. Но, а есть ли какие-то в вашей деятельности случаи с позитивным исходом, о которых можно было бы рассказать условно в эти рождественские дни? Есть случаи побед каких-то вот в Крыму? Я не знаю, каких-то, ну, хотя бы надежд? В промежуточных? Ну, например. В промежуточных каких-то небольших побед, ну, я не могу назвать это победами, да, просто то, что смогли вытащить из лапокупантов, и что люди не попали в тюрьму, да, когда Наталья Харченко смогла выехать, например, Рената Параламова спасли, фактически, от пыток, да, сейчас он здесь. То есть вот такие маленькие победы, когда мы можем помочь конкретным людям хотя бы не попасть в тюрьму, когда адвокаты добились того, что Владимира Балуха все-таки отпустили домой, хотя он тоже в совершенно там жутких условиях домашнего ареста содержится, но, тем не менее, он встретил Новый год дома. Конечно, это небольшие радости, которые приносят нам удовлетворение, в первую очередь, когда резолюция ООН выходит, да, куда внесены какие-то наши предложения. И мы понимаем, что это в дальнейшем окажет серьезное влияние, в том числе и на политику Российской Федерации по отношению к крымчанам. Конечно, это все хорошо, и мы надеемся, что таких маленьких побед будет все больше и больше, и в итоге они сложатся в какой-то один большой позитивный для нас результат. Один большой позитивный для нас результат. Ну что ж, спасибо огромное, что нашли время с нами пообщаться. Ирина Седова, эксперт Крымской правозащитной группы, была с нами на связи. Если вам что-то о подобном известно, если вы выходите на одиночные пикеты, если вы участвовали в сборе вот этих 10-рублевых монет, чтобы ведрами нести их в качестве уплаты штрафа, позвоните нам 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Это Радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков, мы продолжим буквально через секунду. В эфире Радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать. Крымчане имеют право знать. Крымчане имеют право защищать свои права. Так, вероятно, считают в том числе в Крымской Солидарности. Сейчас с нами на связи Сервер Мустафаев, активист Крымской Солидарности. Сервер, здравствуйте, слышно ли меня? Да, здравствуйте. Расскажите, какие особенности работы правозащитников в Крыму сейчас? Мы только что общались с Ириной Седовой, она говорит, что люди не всегда готовы рассказывать даже о известных им случаях нарушения прав человека. Кто-то боится, кто-то наоборот уже понял, что бояться нечего и нужно рассказывать. Каковы ваши впечатления? Ну, я в целом, даже и в частности, можно сказать, да, соглашусь с мнением предыдущего выступающего. На самом деле этот факт есть, и он не безуместен, так сказать. И причиной этому являются неоднократные попытки со стороны силовых структур, скажем, ведомств, которые подконтрольны системе этой всей репрессивной. Когда людям, которые обвиняются в административных либо уголовных правонарушениях, сразу начинают появляться такие добрые деятели, добрые советники, доброжелатели, которые подсказывают, каких адвокатов брать, каких не брать. Как себя вести? А как себя вести не надо, наподобие того, что не надо использовать 51-ю статью, не надо использовать там каких-то, в кавычках, заангажированных адвокатов, что надо идти на сделку со следствием. Ну, то есть признавать свое какое-то нарушение и получишь меньше. Да, да, да. 51-я статья, я сразу, чтобы перевести для себя и для наших радиослушателей, это право не свидетельствовать против себя, я правильно понимаю? Абсолютно верно, абсолютно верно. Хорошо, и кого сейчас больше, тех, кто все-таки готов рассказывать о нарушениях в вашей практике или тех, кто прячется, вы просто не можете увидеть, потому что они к вам не приходят? Вот, да, то есть, конечно, из того, что видно, видно то, что тех, кто говорит, все-таки больше. Но ведь тех, которые не говорят, мы не видим, и только Богу известно, сколько людей на самом деле было подвержено пыткам, кражам, потом попыткам склонению к сотрудничеству и тому подобное. Эти люди молчат. Мы знаем, ну, порядка пяти, шести, может, до десяти случаев, когда людей воровали, под угрозами пытались склониться к сотрудничеству, и эти люди не побоялись потом об этом рассказать. А сколько таких еще случаев было, ну, нам неизвестно достоверно. Вот. А есть вот, по примеру, таблик джематы, есть, по примеру, последних, скажем, вот, двух обысков, которые прошли пятого числа. Ну, семьи пока немного не склонны рассказывать полностью многое детально, да, чтобы описать все или там обжаловать все действия правоохранителей. Но и тем не менее, мы верим, что сознательность и людей, она все-таки проявится с еще большим, и потому что чем больше мы молчим, тем больше будут проблемы. Вот, как яркий пример приведу, как только появилась огласка в день обыска 5 января, вот на прошлой неделе, силовики сразу уехали. Очень надеются, что им неприятно огласка, и любая огласка будет просто заставлять всех работать в рамках действующего. Ну, по крайней мере, соблюдать закон. Хорошо. А вот насколько влияет, по вашему ощущению, да, вот этот флешмоб, когда люди собирают на штрафы, да, 10-рублевые монеты и приносят их там ведрами, мешками и так далее? Как, вот каковы ваши впечатления от этого? Какими глазами на вас смотрят люди, которые принимают эти штрафы? Они понимают, почему так? Почему по 10 рублей? Да, ну, люди, которые принимают штрафы, это в очень редких случаях работники ФСИН, ФССП, то есть судебных приставов. В очень редких случаях это когда невозможно оплатить через банк. Это происходит тогда, когда людей оштрафованных вносят в списки, Минфином вносят в списки террористов. А в большем случае это, конечно, работники банка, которые очень удивляются, очень восхищаются. И люди, которые в очередях стоят в банке и видят это все, очень удивляются, расспрашивают и восхищаются единством и солидарностью народа. С точки зрения самой структуры, которая, скажем, репрессивной, которая наказывает людей, ну, я думаю, они это все видят. Может быть, даже это их мотивирует. Так, что их там штрафовать? Все равно народом платят, ничего страшного. Но самое главное, конечно, здесь народ. И народ воспринял это, вот мы видим со вторым марафоном, с еще большим рвением, желанием помочь, благодарностью тем, кто организовывает это все. Потому что очень много людей солидарных, но не имеющих в себе силу воли или способности выявлять это как-то во время судов, во время обысков, да, там, приходить и поддерживать. Но которые хотят помочь людям, которые хотят быть солидарными. И вот такими акциями они просто делают свою, скажем, непубличную причастность и поддержку всему этому. И это не может не радовать не только людей, но и самих тех, кто оштрафовали, кого оштрафовали или кого там посадили. Хорошо, а можете сравнить примерно вот по количествам, да, то количество людей, которые выходят, ну, под здание сюда или внутрь сюда, если места хватает, или на одиночные пикеты. И тех, кто вот тихо, не публично, но тоже участвует, сдавая деньги. Есть какое-то соотношение, я не знаю, один к одному или там тех, кто не публичный, больше в пять раз или наоборот меньше? Есть какое-то? Больше в 10, 20, 100 раз. Потому что, ну, чтобы мы понимали, цель акции именно максимально привлечь внимание людей раз и привлечь участие людей, самое главное. Так вот, 10-рублевая монета, это 100 штук надо, чтобы оплатить, ну, собрать тысячи рублей. А минимальный штраф, в принципе, 10-15 тысяч рублей. То есть на 10 тысяч рублей это уже тысяча человек должно поучаствовать. Ну, будем правы, то есть не будем лукаять, да, скажем, что, конечно, есть кто 50 рублей дает, есть кто 100 рублей дает, есть кто, ну, именно по 10 рублей собирает с каждого члена своей семьи, соседей своих и так далее. Поэтому, если мы возле судов видим там десятки, сотни людей, то это тысячи людей. Я даже скажу, ну, не ошибусь, если скажу, это 30-40 тысяч человек в общем по Крыму участвуют в этом мероприятии. Это однозначно. Плюс большая поддержка за пределами Крыма. Поддержка за пределами Крыма, это те крымчане, которые выехали? Или, в принципе, мы можем уже говорить о том, что, ну, независимо от национальной принадлежности, от религиозной принадлежности, просто желающие включаются и все? Абсолютно, абсолютно. А скажем, наверное, те крымчане, которые выехали, помогают в консолидировании, в сборе и передаче этих средств в большей степени. Хотя не только крымчане, которые выехали, помогают. Но те, кто участвуют, да, это, ну, и единоверцы, и просто, ну, люди небезразличные, которые разделяют, которые услышали, которые восхищаются. И мы это видим в Берлине, мы видим в Польше, мы видим в материковой России, мы видим в Турции, в Украине. Ну, просто украинцы, ну, тоже от души там, ну, так вот прямо пишут, звонят, куда, что, как передать. Свои фотографии выкладывают и поддерживают. Ну, просто даже на странице Крымской солидарности видны эти фотоотчеты. Вот мы стараемся все собирать и показывать, насколько разношерстная публика людей, которые солидарно поддерживают. Хорошо, и последний тогда, наверное, к вам вопрос. Скажите, вот вы сказали о примерно 30 тысячах людей, которые уже поучаствовали в акциях по сбору средств, вот этих 10-рублевых монет, но и не только, да? А насколько, ну, насколько это видят люди, которые арестовывают, которые дают команды об арестах, обысках и так далее? То есть они понимают, что на той стороне уже 30 тысяч? Или 30 тысяч — это настолько ничтожная сумма, что, ну, настолько ничтожное количество людей, что они не будут на это обращать внимания? Не-не-нет. Ну, вы имеете в виду из арестованных людей или те, кто ведут эту репрессию? Вот я как раз о тех, кто ведет репрессии. Ну, вот вы только что сказали, что как минимум 30 тысяч человек в этом участвуют. 30 тысяч — это серьезная сила или несерьезная сила для них? Нет, это, я считаю, это серьезная цифра. Я просто не хочу завышать. На самом деле, я думаю, поддерживающих больше. Я просто не хочу завышать, чтобы не быть голословным. 30-40 тысяч — это то, что я, ну, минимум прикидываю. Раз. Второе. Я уверен, что не до всех мы смогли достучаться, обойти и получить их поддержку. Это тоже есть. Ну, потому что наши ресурсы тоже ограничены. Мы, ну, своими силами это все делаем, да? Вот. Ну, насколько вас замечается? На самом деле замечается. И на самом деле прогнозы, вот как по мне лично, на 2018 год, они... Ну, если целый год я не видел выступления политиков со словами, ну, скажем, таких первых лиц политиков, со словами поддержки силовиков, действий силовиков, потому что действия силовиков не всегда совпадают с интересами политиков, которые все-таки, ну, должны, как минимум, быть за мир и спокойствие в населении. А такие действия, которые больше похожи на террор, вызывают только дестабилизацию ситуации. Так вот, в конце года в выступлениях политиков, первых лиц крымовских политиков, так называемых, то они поддержали абсолютно и оправдали все те действия и все те нарушения, и весь тот фальшь, которым обвинили крымско-катарский народ и вообще людей, которые обвиняются сегодня в Крыму. Когда действительно нашли, ну, сказали, что вот раскрываются террористы, что вот находится оружие и так далее. В то время, когда не было ни одного взрыва, не только сегодня, но и на протяжении всех 30 лет. Ну, всех лет, да. Последний тогда вопрос. 17-й год, как по моим ощущениям, стал годом такого еще большего закручивания гаек. Вспомним 18-е декабря, когда в один день было больше 70 судебных заседаний. В один и тот же день. Что вы ждете от 18-го года? Ну, ждем, конечно, мы лучшего, но готовы ко всему. И сейчас вот мы в январе ожидаем апелляции по всем этим судам, которые, скорее всего, пройдут для нас как просто определенный этап и обучение новых появившихся гражданских защитников-активистов. Я так понимаю, у нас пропала связь? Не слышно. А, все, вот, вернулась связь. Продолжайте, пожалуйста. Алло. Да, 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 да. Так, вы говорите, что апелляция у вас будет возможностью научить гражданских активистов, которые к вам присоединились за последнее время. Тут просто связь нестабильна. Продолжайте, пожалуйста. Так вот, посредством этих судов мы хотим продолжить свою деятельность в рамках того, насколько были нарушены все права этих людей и пикетчиков. Но суды, я думаю, не остановятся, обыски не остановятся, и репрессии активистов, и в том числе активистов гражданских объединений, они будут усиливаться, и обвинения, и штрафы будут усиливаться. Это однозначно, я это опять повторюсь, я для себя свой вывод делаю, исходя из того, насколько объединились действия силовиков и политиков в том, чтобы оправдать всю эту карательную машину. Ну что ж, спасибо огромное за ваш комментарий. Пожелаю вам удачи в этом процессе. Хотя, не знаю, ну, не в моих возможностях, наверное, как-то на это повлиять, поскольку я себе сижу в киевской комфортной студии, а люди работают в аннексированном Крыму, собирают деньги по 10 рублей, выплачивая штрафы размером в 10-15 минимум тысяч этих самых рублей. Пора заканчивать эфир. Павел Новиков был с вами сегодня в минувшие полтора часа. Обсудили и Ханский дворец, и Поросячьи войны, и вот, собственно, итоги деятельности Крымской правозащитной группы. Ирина Седова сказала нам, что эти данные будут все суммированы и переданы в международные структуры, в том числе в суд ООН. Суды продолжаются, как сказал наш гость Сервер Мустафаев. Он ожидает еще большего количества судов в этом году на территории Крымского полуострова. 8 800 10 06 926 – это номер телефона Радио Крым Реалии. Вы сюда можете звонить, пишите нам в Твиттер, предлагайте свои темы, сайт Радио Крым Реалии, там наши материалы и видеотрансляции, YouTube, Facebook, в общем, все каналы связи есть. Оставайтесь на Радио Крым Реалии, услышимся, пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова